Утро на Болткоме 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 Сергей Гриневич Картина Поклон Техника указана Размер 100 на 100 И цена Метр на метр Работа Сергея Гриневича Метр на метр Есть множество На самом деле Компьютерных программ Которые позволяют Примерить картину В интерьере Вы наверное видели такое Что если там Раньше у нас была Такая практика В галерее когда приходил клиент, и это нравится, и то нравится. Но он говорит, а вот я не знаю, как это у меня дома будет смотреться. Может, эта работа слишком большая или слишком зеленая, или не подходит к обоям или к дивану. И раньше мы делали такие примерки. У нас было то, что мы там и по 30 работ привозили клиенту домой. Ничего себе! То есть вы привозили? Да. А он говорит, что-то вот этот Пициан к обоям не подходит. Возьму, как я лучше, Рембрандт. Нет, ну, на самом деле, если без шуток, то, конечно, те работы, которые мы предлагаем на аукционе, это работы не к обоям и не к дивану, а это все-таки произведения искусства, у которых есть другая художественная ценность. И они, ну, как бы сами по себе могут заполнить и продержать любой интерьер, даже если это будет абсолютно пустая комната, как музей. Ну, фактически, ну, большая часть работ, которые представлены на аукционе, это действительно работа музейного уровня. Ну, я так громко говорю, потому что на самом деле так и есть. Вот на этом, это для нас, конечно, это ново, и мы только учимся проводить эти интернет-онлайн-аукционы. Это всего лишь третий наш аукцион, и, ну, всякие ляпусы мы уже успели наделать на наших предыдущих двух. На этом аукционе у нас самые интересные лоты, о которых я бы хотела поговорить. Это две работы Густава Клуцеса, абстрактные композиции на бумаге, тушью. И, соответственно, я считаю, что это вот лоты, на которые нужно обратить внимание. Обычно с аукционами, ну, там есть расхожая шутка, почесал за ухом, случайно купил Пикассо, да? Вот как здесь вот все это будет происходить? Будет ли вот этот молоточек, который будет отбивать? Как это вот? Молоточек будет, но он, ну, как бы сказать, виртуальный. Схема аукционная, она таковая, что есть начальная стартовая цена лота, и когда участник или участники регистрируются, и происходит с определенным шагом, в зависимости от суммы лота, происходит, ну, участник делает ставку, происходит следующий шаг, и появляется уже цена молотка, то есть последняя цена продажи – цена молотка. На некоторых аукционах еще есть такая практика, что есть как бы помимо стартовой цены, есть резервная цена. То есть участник может сразу купить эту работу, не участвуя в ставках, заплатив сразу как бы большую какую-то сумму. Хитро все тут просто. Каким образом регистрируются участники? То есть необходимо… Абсолютно стандартная процедура. Это так же, как если бы вы хотели купить, там, заказать себе продукты в магазине, через интернет купить книгу или ботинки. Все то же самое, элементарные данные, и только в тот момент, когда действительно происходит покупка, тогда уже мы договариваемся, каким образом участник аукциона желает оплатить эту покупку и каким образом получить работу. То есть сидишь, регистрируешься и просто следишь за тем, как кто-то там другие ставки делает. Я даже советую таким изначально тем, кто первый раз хотел бы просто попробовать и посмотреть, что это такое. На самом деле есть же лоты и за 10 евро, и за 15, и за 30. То есть начинающий участник аукциона, это интересно просто, ну, поучаствовать первый раз и посмотреть, как это происходит. Мы не кусаемся, мы готовы. Нам можно позвонить, мы можем объяснить правила участия и как бы разъяснить, как это всё происходит. Ну и вообще, на самом деле, любопытно. Я уже не первый день на этом сайте. Это как будто виртуальная выставка. Мне очень нравится ваш музей, и пока всё закрыто, хоть здесь подивиться, языком подсокать. И опять же тоже, да, такое восприятие человека, который очень мало в этом разбирается, но видит сумму, скажем так. Вот картина за 10 800, открываешь и думаешь, что же вот не такое-то. Вот Иван Коршунов «Дартс» называется, например, да, произведение. Ну, мне это напоминает, не знаю, там классика, снятие с креста, например. Лежит мужское тело, вокруг дамы, из него достают вот дротики. Да, такая концептуальная. Интересно, да. Это на самом деле, это на самом деле Святой Себастьян. У меня для себя определённое название этой работы. А, ну я почти угадал. Не снятие с креста, Святой Себастьян. Действительно, его же стрелами. А, я был в полушаге от правильного почти ответа. Ну да, и опять же, а вот за что 10 800 такой сидишь и думаешь? Не Рембранжа какой-нибудь, честно. Ну, я вам объясню. Я вам объясню. Во-первых, ну, во-первых, Иван Коршунов в прошлом году был, это российский художник, который неоднократно участвовал на Арт-Триге, участвовал на Арт-Триге. И он внесён в список ста самых интересных молодых художников России. И у него было огромное количество и персональных выставок на винзаводе, в Файн-Арт-галерее, и в Москве, в Петербурге, в музее РАРТа в прошлом году. Это большой, серьёзный художник, у него там большая коллекция работ, он работает, он закончил Суриковский институт, монументалист, и его работы участвовали во множестве международных выставок, и были, и получали призы, заслуженно. Поэтому вот эта цена, она складывается из репутации, количества участия в выставках, она также на это влияет результаты предыдущих аукционных продаж. То есть мы, выводя какую-то цену, оценивая работу, мы просматриваем результаты продаж предыдущих аукционов, последние достижения художника, и таким образом формируем цену. Вот как это и работает. Профанное мнение высказано, но стоит обратиться к профессионалу, и много становится понятно. Как может вырасти цена в ходе торгов? Насколько может она увеличиться? Ну и какой-то, может быть, пример на вашей памяти вот самый яркий. Ну, условно, стоило рубь, а тут раз, и уже чирик. Ой, извините, такие ненаучные термины. Употребляют. Ну, на самом деле, на аукционах, и даже особенно на латвийских аукционах, те работы, о которых известно, что предстоит серьезная борьба за лот, что заранее известно, что будут много, много желающих купить эту работу. Иногда аукционисты сознательно занижают изначально стартовую цену, потому что известно, что работа все равно уйдет с молотка. И поэтому, как бы, даже если, ну, как, оценочная работа, оценочная цена этой работы гораздо выше, может появиться работа там за 2 евро и уйти с молотка за тысячу. Ну, что вы сказали, на Арт-Рига есть лоты, да, по 2, ну, по 2 нет, 3 евро есть рекламные фотографии. Я хочу сразу объяснить, что у нас на сайте Арт-Рига есть раздел, который мы условно называем магазин, который представляет тех художников, которые участвовали на Арт-Риге, с которыми мы работаем, и какие-то декоративные тоже предметы декоративного искусства, там, альбомы, открытки, керамику, там действительно есть демократические цены, интересные для покупателя. Есть раздел аукцион, о котором я как раз сегодня хочу говорить, о котором происходит именно продажа по аукционам, по аукционным стартовым ценам. Уйдет ли вообще искусство в онлайн? Насколько вы видите в будущем, станет ли это модным и востребованным вот именно такое онлайн-общение, когда художники будут виртуальные создавать галереи, где можно будет приобретать их работы, или все-таки людям захочется вот прийти, пощупать, потрогать? Да и прямо, скажем, понюхать. Мне кажется, ну, это безусловно, мы не можем остановить прогресс, и все уйдет, все уйдет в онлайн, все мы к этому движемся, но восприятие художественного произведения, оно, конечно, просто, ну, специфика человеческого восприятия такая, что, вот мы говорили о размере, это, вы спросили, какого размера работа Сергея Гриневича в балерина, на метр, на метр, а в компьютере они все выглядят одинаковые квадратики, и работа, которая там два на два метра, и та, которая маленькая совершенно работа, и мы ее воспринимаем фактически одинаково, а масштаб работы, он все-таки влияет, это даже известное выражение Андрея Матисса, когда он говорил, что вот этот один квадратный метр вот этого синего, он не такой же, как там, ну, полтора, то есть восприятие интенсивности цвета и восприятие композиции работы, он, конечно, меняется, и я надеюсь, что, ну, я надеюсь, что когда-нибудь мы придем к нормальной жизни и встретимся в нормальном выставочном зале. Очень хотелось бы. Ну, кстати, не совсем я понимаю происходящее, например, где-то, 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 когда, вчера на днях я видел опять же в сети, ну, где, наверняка на Фейсбуке сообщение о том, что Зузеум уже открывается скоро. Как они так открываются, при том, что, в принципе, еще нельзя, непонятно. Когда вы уже откроетесь? Я бы к вам сходил. Ну, мы на время нашу деятельность поставили на паузу. Хэппи-арт полтора года работал в квартале спорта два квартала. Нам очень там нравилось. Но реально платить за зал почти 200 квадратных метров, когда выставки запрещены, театральные премьеры отложены. Но продавать произведения искусства, тем более такие, которые мы продаем на террасе вместе с кофе, это фактически нереально. И мы довольно долго протянули, всю зиму и до весны, и надеялись, что вот-вот-вот-вот мы откроемся. Но на самом деле мы поставили, пока перешли в онлайн, и мы думаем посмотреть, как ситуация будет развиваться дальше, потому что мы не настолько эластичны, как думает правительство, что если нам скажут, что поздравляем через неделю, там, пятого, шестого, мы вам разрешаем работать. Но на самом деле подготовка к выставке это большой, серьезный труд. подготовка наших театральных постановок, которые на нашей площадке проходили совместно с творческой группой «Артишок». Это тоже большой, ну, к этому нужно готовиться. Мы не можем так оперативно через неделю сразу начать с большой, серьезной, интересной выставки. Хотя, конечно, у нас есть что показать. И, ну, поэтому я не жалею об этом. Это вынужденная обстановка, она, как бы, очень хорошо приводит, ну, во всяком случае, на меня так подействовало. Я разложила по полочкам наши плюсы, наши минусы. У меня появились какие-то новые неожиданные проекты, которые, на которые у меня не хватало времени за вот этой вот всей текучкой выставочной. Поэтому мы думаем реализовать летом несколько таких выездных выставок и работать над нашей интернет-платформой. То есть, это будет продолжаться деятельность в интернете? А что за выездные выставки, выездные куда и какая тематика этих выставок? Ну, как бы, каждый год старались летом выйти к народу поближе, уехать и на природу, и там, где больше людей. Потому что из города же как бы все уезжают куда-то. Мы делали выставки и раньше. И в Юрмале на летних фестивалях Инессы Галанта и в Лигатны мы делали выставку в прошлом году очень-очень интересную. Так что, ну, планы мы, когда скорректируем это, мы об этом заявим конкретно про числа. Кстати, про Лигатны и про аукционы. Представляете, у меня, я могу даже эту новость продолжить. Только что появилось сообщение, что выставлено на продажу, а стартовая цена на миллион сто тысяч вот это историческое здание Лигатнинской бумажной фабрики. А вот я думаю, что не получится ли так, если продолжать вот эти все цифровые вещи, что, как сейчас, продают даже не одежду, а цифровой образ, который вы можете примерить на себя на фотографии и вот выставить в интернете. Словно говоря, художники будут продавать не картины, а цифровой образ картины, который вы можете прикрепить к фотографии своего интерьера и, значит, выставлять в Фейсбуке, что вот у меня как будто бы висит на стене такая картина. Не уйдем ли мы совсем в какие-то такие абстракции цифровые? Нет, ну, на самом деле, да, такая тенденция уже есть и есть уже даже конкретные, я сейчас не могу вам так сразу так назвать, но есть даже уже конкретные платформы, которые этим занимаются. И на Западе уже давно продается и видеоискусство. Человек, приходя на выставку в Майами, они покупают видео, такое, видеоарт, потому что у нас на самом деле не принято. Я недавно столкнулась с таким мнением, что я вот начала рассказывать, артрига, там, аукцион. Я говорю, да, ну, это вот так, вы такие жутко коммерческие, вы же там продаете искусство. Я так подумала, ну, на самом деле, это такая вообще нереальная, невозможная миссия, я бы сказала, тем, чем мы занимаемся продавать современное искусство, непонятное искусство, искусство, которое на самом деле не все решатся, ну, как бы, разместить в своем интерьере и принести к себе домой, что это, ну, то есть, мне кажется, что вот это вот привязятое мнение, что сделать где-то выставку в каком-то заброшенном квартале, не отремонтированном в ЭФ, это там жутко некоммерческое, а делать вот такой онлайн-аукцион, это коммерческое. И я бы так не сказала, я бы сказала, что мы такие, ну, я себя так ощущаю, что мы такие подвижники, мы помогаем художникам и зрителям встретиться, найти друг друга. Мы тоже вот находим такие вот возможности встретиться в эфире, но, к сожалению, эта встреча вот нам уже показывают, подошла к концу, да, мы, к сожалению, как жаль, я заслушался. Мы должны завершить. Галина Максимова, Happy Art Museum, сегодня с нами была на прямой связи, и... Мы рассказывали об онлайн-аукционе искусства, ArtRig, он заканчивается 14 июня, кому интересно, а я уверен, что многим интересно, не поленитесь, зайдите на интернет-страницу, она так и называется, artriga.com. Спасибо большое, и до свидания. успехов, всего доброго. Доброго дня. Ну и что, мы заканчиваем это утро одной интересной информацией. В этот, в первый день лета 2021 года, буквально через несколько минут, у нас, на крыше, буквально над нашими головами с тобой, Олег, через несколько минут начнется тоже связанное с современным искусством мероприятие, потому что к нам в гости придет Корине Паранянс, замечательнейший человек и художница, и будет живописью заниматься прямо на открытой террасе на радиобалком в течение недели, и будем мы делать оттуда репортажи, и посмотрим, что из этого всего получится. Знаете, такая рубрика, а давайте сделаем что-нибудь интересное.